Как рассказать о войне молодежи не просто как о далеком событии, но дать почувствовать всю ту боль испытаний и радость победы, которую пережили наши предки? С этой задачей справился театрально-просветительский проект к 75-летию победы Театра студии «Артель» и Театра подмастерья Дома культуры завода имени Орджоникидзе. Ребята изучали военное время по историям своих дедов и прадедов. Спектакль не поставленный, не срепетированный, а будто на сцене парни и девушки 40-х годов. Так юные актеры вжились в свои роли. Материал не очень легкий. Надо пропускать это через себя, рассказывать, передавать зрителю все свои эмоции, чтобы он понял суть твоего произведения, которое ты показываешь. Мы долго трудились, работали, репетировали, брали отрывки разные. Михаил Рудницкий почти не помнит своего дедушка-ветерана, но хорошо знает его по рассказам родных. Если бы пришлось сейчас защищать родину, он поступил бы так же. И вот почему. Чтобы мои близкие были в безопасности, чтобы вообще практически никто не пострадал, надо защищать. Если мы не будем защищаться, то большинство людей может очень сильно пострадать. Лучше пострадаю я, чем большое количество людей. Участники проекта проследили героический путь предков. Кто-то воевал под Москвой, кто-то оборонял Сталинград, кто-то освобождал деревушку за деревушкой и дошел до Берлина. И на удивление, пути героев, несмотря на огромные просторы России и многочисленные военные операции, даже пересекались. Об этом рассказал онлайн-проект «Живая карта». Александр Богомазов создал коллекцию военных литвов. Летающих и радиоуправляемых самолетиков, бомбардировщиков, истребителей, штурмовиков. Словно экскурс в военное неспокойное небо. Супруга мастера Татьяна, которая в этом проекте руководила программой «Актерская песня», рассказала ребятам, как создавалась коллекция. У нас есть мистер Шмидт, но вот как видите, мы на нем свастику не рисовали. Нам не хотелось, чтобы опять в наше чистое небо самолеты со свастикой поднимались. И мы, что возможно здесь представили, есть у нас еще такой рабочий столик мастера, где показано, каким образом все это производится, чертежи, материалы, из которых делают. И нашим ребятам мы об этом с удовольствием рассказываем и делимся тем, что у нас есть. Семья Ольги Огоньковой, режиссера проекта «К 75-летию Победы», создала диораму по следам боев различных родов войск и на суше, и на море. Когда мы работали над этой диорамой, нам сами солдатики, вот эти коллекционные лавянные, подсказывали путь-дорожку, как ее исполнить. Здесь нет на этой диораме конкретных мест боев, но мы все узнаем, какие события происходили зимой. Конечно, мы вспоминаем первую очередь битву под Москвой и Сталинградскую битву. Бои на море – это, конечно, Черное море. Любовь к родине начинается с малого, с любви в семье, во дворе, в коллективе. Человек с детства учится любить других, то есть жертвует своими силами, временем, средствами. И в конце концов обретает любовь к Богу, может жертвовать собой ради Него и проявлять при этом полную самоотдачу. Такая любовь была бы невозможна без патриотизма и любви к родине. С Сережкой, с Малой Броной, и Лизикой, с Маховой. Есть люди, которые не любят Россию, ее историю, традиции, культуру, веру, хотя сами живут на ее территории. Для них Россия – это не Родина, для них она кумир-идол. Они другого духа и считают, что обязаны только своей родной семье, а большая семья соотечественников им не нужна. Эти особи живут только для себя, в них нет жертвенности. Поэтому они и не могут вместить в себя, что Родина – это духовная сущность бытия нации, воплощение ее умственного и нравственного строя, системы ценностей. Это источник и причина всех помыслов и действий человека, его духовная основа и священный, сакральный объект. Это нечто общественное, духовное, целое, имеющее также материальную основу. И все мы, и все наши предки являются составной частью этой Родины, что доказывает наша тысячелетняя героическая история. Ибо даже в безбожные советские годы люди шли сражаться за Родину и Сталина, так как понимали, что если не будет государства, не будет ни Родины, ни Отечества. Ведь не даром говорят, что худой гражданин земного Отечества не сможет стать верным гражданином Небесного Отечества. И эти простые истины понятны для современной молодежи, так как она не идет на поводу у глобалистов, желающих по-своему изменить цивилизационный код России. В ней, благодаря таким коллективам, как Артель, живет дух наших предков-победителей, которые спасли не только свою страну, но и весь мир. События в стране бывают разные, но Родину нужно любить не только тогда, когда она здоровано, не только тогда, когда она болеет. Потому что и маму мы так же любим. Когда она болеет, мы любим ее даже больше, потому что мы больше можем ей помочь. Вот так. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok